Всем привет! Выходные совсем близко, а значит пора задуматься о досуге. О культурной программе Самары расскажу прямо сейчас. Историческое событие для Самары. В художественный музей привезли знаменитый «Черный квадрат» Казимира Малевича. Подлинный шедевр мирового искусства гостит в регионе в рамках Дней Эрмитажа. С 27 ноября на аудиенцию с «Черным квадратом» именно так назвали проект в Самаре может прийти любой желающий. 28 и 29 ноября в художественном музее пройдут лекции «Малевич. Путь к квадрату» и «Сезанн Ван Гог Гоген. Постимпрессионизм». Читает сотрудник научно-просветительского отдела Государственного Эрмитажа. Телеканал «Самара ГИС» проведет прямые трансляции на всех электронных площадках. Не пропустите! Вечером пятницы всех ждут на лекции от Третьяковской галереи. Гостям расскажут про российскую фотографию. Спикер – сотрудник отдела новейших течений Третьяковки Игорь Волков. Некрасовская, 2. Выставка старинной японской фотографии открывается в Музее Модерна. Коллекция из московского мультимедиа «Арт-музея». Экспозиция разделена на несколько эпох. Можно увидеть, например, путешествия самарских купцов. Также на выставке будут представлены японское оружие и предметы декоративно-прикладного искусства Японии из собрания музеев Алабина и художественного. Прийти можно до 10 января. Вечер пятницы насыщен на события. На сцене оперного театра – премьера. Опера – любовный напиток. Спектакль входит в топ-20 в мире и в топ-10 на родине. В субботу в Самаре открывается первый арт-двор. Жители дают полный карт-бланш художника. Авторы представят свои лучшие работы. Предварительно необходимо записаться в социальных сетях. И только в этом случае организаторы раскроют адрес самого творческого двора в Самаре. В воскресенье в музее Ильдара Рязанова пройдет лекция «Золотой век японского кинематографа». Киноискусство Японии развивалось в общем русле мирового кинематографического процесса и всегда отличалось исключительной самопытностью. А «Золотым веком японского кинематографа» принято считать 50-е. Подробнее расскажет старший научный сотрудник музея Елена Козырева. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok